Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life, продолжаем играть в Старик, а именно в карту Deezer Strike. Ребят, в начале эпизода хотел бы поблагодарить всех за лайки, за поддержку. В принципе, как я уже говорил ранее, очень тяжело бывает, приходишь с работы, там записываешь видосы и усталость такая, и выходные тоже записываешь. И когда вы всячески выражаете свою поддержку, то это, знаете, как топливо такое, чтобы двигаться вперед, развиваться и делать видосов больше, лучше и все. И заряжать вас, конечно, хорошим настроением, позитивом. Ну что, ребят, давайте игротека. Кстати, мне писали в комментариях, сейчас давайте, пока загрузка будет, я вам скажу, что писали в комментариях. Вход в игру. Эй, а что так долго-то? За нас, короче, рандом, тиран, тос, против нас три рандома, один ливнул, короче, тос ливнул. Так вот, что писали в комментариях? Писали, что вот этот материнский корабль, который есть у тосов, вот здесь, его можно улучшить до того, который был раньше. То есть, тот, который делает инвиз. А я-то не знал об этом. В принципе, я недавно узнал, что можно карапторов брудов мутировать. Так, на нашем выходе рандом. И выход второй. Вот. Так что, очень здорово. Спасибо за такую подсказку. Я-то вообще, знаете, что думал? Я думал, что старый материнский корабль могут строить только те, которые не имеют дополнения Ходс. Потому что где-то в настройках можно даже отключать дополнение. Я, правда, не знаю, к чему это приведет. То есть, я думал, что вместе с теми, у кого есть дополнение, могут играть и те, которые без дополнения Ходса. И те, у кого именно старая версия Старкрафта, просто Старкрафт 2 Лотф. Ой, как там? Подождите. Винкс оф Либерти. Волл. Волл. Точно. То они, собственно говоря, строят материнский корабль именно Старый. А у кого есть дополнение, строят новый. То есть, я не знал, что можно апгрейдить. Но, тем не менее, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Попробую в этом эпизоде построить. Подчеркиваю, если будет актуально. Вот. И как-то так. Ну, если не будет актуально, то уж как-нибудь в другой раз. Потому что хочется-то не просто посмотреть, а посмотреть и выиграть. Если будет не актуально, собственно говоря, то и смотреть не будем. Так, ну че, ребятушки, начинаем. Все как обычно. Газилка. Репера. Марики. Зерк открывается через собак без газа. Это тоже через собак без газа. В принципе, хорошее начало. Почему нет? Так, добавляем еще одного марика. Ну что, ребят, давайте просто подождем, посмотрим, во что пошел противник. Может, там что-нибудь такое экстра неординарное будет. Тем более, что против нас рандом. Я еще даже не знаю, кто там против нас будет. Поэтому надо приберечь ресурсы, чтобы понять. Центр наш. Дополнительный инкам вначале. Это всегда приятно. Опа, зелы. Понято, понято. Добавляем, значит. Мариков. Дело в том, что пока что не ясно. Это Маззилов, не Маззилов. Есть ли смысл выходить в Т2? Это только следующий выход. А может быть, даже не только следующий, а через выход еще покажет. Будет ли он их масить? Или так просто для начала построил? Бэйлы. Отлично. Не слились в нашего противника. Уже хорошо. Тут голые мародеры. Сейчас он быстро их разберет. Бэйлы вольются. Собаки догрызут. Добавляем побольше пехов. В принципе, ребят, можно, знаете, как сделать? Можно сделать щиты и можно сделать стимпак. Под стимпаком мы, в принципе, должны быстро разобрать тех Зилов. А у них АФК один, что ли? Походу, да, АФК уже второй выход, он ничего не строит. Ну, ладно. Бывает и такое. Нет, тут масса Зилов нет. Тут единственное, что вот эти... Сентрики. Но даже если они создадут копию, они создадут, получается, за Зилами. То есть, сперва Зилов мы убьем, потом спокойненько убьем эти иллюзии. Что-то я, походу, губу раскатал, да, ребят? Спокойненько убьем тех всех, а в итоге отвалились. Ничего страшного. Сейчас нормальненько подмасим. Тусу вначале всегда обычно проигрывает Тиран. Потому что Зилов сентрями очень тяжело законтрить. Тут уже пошли эти холбаты. Но, в принципе, если сейчас он зерк построит побольше Бейлов, то холбаты ему не страшны. Вот еще Мародеров. Еще одного Марика. Сейчас, ребят, спокойненько поделаем грайды и будем выносить. Того Тоса. Что там нам маякует? Что не так опять? Ой-ой-ой, тут тоже холбаты. Не, ну это, в принципе, нормально против зерга такого. А что он нам маяковал? Причем здесь ровущий зерк. Мы-то каким отношением имеем к врачам? Опа! Все понятно, тут мазилы. Срочно в холбатов свичимся. Фатонку, конечно, он не отменит, но продамажит так неплохо. Так, переходим туда. Этих назад отводим. Сейчас спокойненько добавляем холбатов. И будем стараться законтрить Тоса. Так, этих сюда. Добавляем холбатов. Опачки, бейлы вливаются. Минус квина. Так, давайте сделаем грейд на пламя. Внутри холбата, конечно, очень мало. Обязательно просветку кинуть. Вообще нас разобрал, как котят. Это все временно. Это все временно. Так, давайте добавляем еще холбатов. Сейчас их будет побольше. Мы получше будем справляться с этим Тосом. Но сейчас пока мы не тащим, да, ребят? То есть я должен признаться. Сейчас пока не тащим. Но ключевое слово пока что. Забейте этих воронов. Вот, центр наш. Отлично. Нужно еще одного холбата тыкнуть успеть. А этот звер как бы тоже не особо справляется. Добавил бы побольше бейлов, было бы здорово. Но он этого не делает. Давайте лучше грейд на мех, как раз таки на холбатов. Нужно еще побольше холбатов. Еще больше. В принципе, достроим линию. Побольше замасим мародюров. Тут нужно побольше просто мародюров, побольше мариков. Нужен ДПС, грубо говоря. То есть холбаты подтанковали и, собственно говоря, мародеры и моряки разнеслись все, что осталось. Как-то на том выходе он получше справлялся. Тут отмасит воронов. Непонятно, зачем, почему. Может, это у него страта через воронов. Вот это, кстати, плохо, танк. Если зверк не будет с ним справляться, то этот танк будет фигачить по нашему маринаду. А танк по маринаду просто создан. Для того, чтобы гасить маринад. Нужно второй играет на атаку на пехов сделать, как раз таки. Отлично, принимаем на себя зилов. Но танк по нам наяривает. Вот это плохо. Минус танк. Минус сталкеры. Отлично, справились. Может, этому зергу будет полегче. Нет, тут он воздух просто не контрит. Вот в этом проблема. Так, добавим туда. Еще мариков, еще мародеров. Достроить реперов. Так, марики. Слушайте, он масит танки и масит. В принципе, если бы зерг заморочился, построил бы побольше бейлов, он бы этого тирана просто сдувал бы. Просто сдувал. Но он этого не делает. Он не добавляет бейлов. И сейчас вот эти танки под прикрытием зилов будут долбить по нам. Второй играет на мех. Выжигаем зилов. Сейчас будем пустить сталкеров. Одно хорошо, сталкера блинкуются. Тем самым отходят за танки. И тогда наши марики-мародеры начинают долбить танки. Но не в этом случае. Блин. Чувак, контританки. Построй бейлов побольше. Какого черта? Ему реально не хватает бейлов. Ну, смотрите, получается, куча танков выживает. Тут еще и сталкера гидру построил. Не надо гидру строить. Реально, построил бы бейлов, сдул бы маринад. А врачи бы танки добили в ближнем бою спокойно бы, вообще не заморачиваясь. Так, еще можно одного мародера. У нас, видите, выходы перемешались. У нас, походу, сейчас будет тиран против нас. Центр еще шатко, но наш. Выход Тоса. И танки лупят по маринаду. Не очень приятно. Надо тут мародеров добавлять по-хорошему побольше. Вы видите, как танки выносят? Три танка, блин. Под прикрытием сталкеров спокойненько расправляются с маринадом. Добавляем еще мародеров. Ну вот и все. Зерк вообще отлетел, как, не знаю, вот так вот, по щелчку пальцев. Добавляем еще мародеров. Сейчас бейлы вольются в танки. И выходят новые танки. И уже реально этот тиран стал нашим противником. А Тос, получается, уже все. Выходы сменились. Вы посмотрите, сколько танков он там намасил. Вообще охренел. Ну, видите, получается, холбатов убили. Танки. И зелов мы уже не принимаем на себя. Вот что значит. Просел один, просела вся. Вся пати. Неправильно что-то построил один, проиграли все. За что не люблю командные игры? Потому что ты жопой отвечаешь за кого-то. За рандомов причем. Из-за каких-то своих друзей-товарищей, а за рандомов. Так, добавляем еще мародеров. Ой, сейчас минус фатонка. Это инфа 100%. Минус фатоночка. Давайте второй грейд на защиту на... На мариков. А, 175 стоит. А, 125. А, 175. А, 175. 175, это третий грейд стоит. По сути, мне против него и холбата там уж как бы не нужны. Ни хера он там... Это линия танков, ребят, реально. Ни хера себе он там намасил. Вот у него психи уже пошли. Ну, свою функцию мы выполняем. Мы добиваем тирана, а мы дамажим Тоса. По крайней мере, убиваем зелов. То есть, свой выход мы валим. По сути. Ну, никак не свой, а один выход. Так будет, правильнее сказать. Ну что, может танка добавить? Опять же, с другой стороны, против кого? Против Тоса, танки? Не знаю. Нет, есть смысл. Знаете почему? Потому что маринад как раз будет выносить зелов, а танки, допустим, расстреливать сталкеров. Ну, как вариант просто. Но плюс еще танки будут выживать под нашего союзника и помогать ему. Давайте попробуем. Тут бейлов не хватало. А сейчас-то что уже? Поздно бить боржоми, как говорится, когда почки отказали. Лупит по нашему маринаду. Он уже, видите, как максимально дамажит до выхода Тоса своими танками, а потом Тос приходит, кидает шторм и добивает с узелами. И все, давай, до свидания. И причем все так хорошо начиналось. Играли без газа. Строили вроде все грамотно. Но стоило там, я не знаю, вовремя не среагировать, не подстроить бейлов, все, вся полностью просадка. Просадка у всех. Бейлов-то не хватает. Ну, ты видишь, мародеры впереди стоят. Ну, поставь, подобавь ты бейлов. Вот было бы бейлов побольше, он бы так вот, чик, волной просто прошелся бы и все. А так он, знаете, как еле пытается расковырять, грубо говоря, противника. Но защиту на мех пока не надо делать. У холбатов одна сейчас функция. Это просто танчить для маринада. Ой-ой, штормы пошли. Ну все, мы разлетаемся. Смотрите, что творится, блядь. Танки по нам наяривают, а потом приходят Тосы добивают. Придется драться под базой, а уж и потом только выходить. Вот, что, зерк, не очень приятно, да? Шторм, а сейчас держи в залпы танков. Опа, и уроны шмальнули. Смотрите, все, это проигрыш. Я сейчас даже не выйду, они расстреляют базу. Все? Джи-джи? Это по-твоему Джи-джи? Это наш союзник, причем написал. У него какое-то превратное представление о хороших играх. Ну-ка, что по экономике? Экономика у нас, ну не лучше всех, но практически лучше. Мы там третье место, получается, по экономике занимаем. Не, ну понятно, что у врага лучше, потому что он на нашей территории воевал. Дэм, 19 минут, просто разрывали тебя. Ну что, ребят, стоп, старт и играем за зергов. Не буду ругаться матом, хотя очень хочется, ребят. Потому что одно дело, когда там, я не знаю, в ладере тебе не хватает АПМа, чтобы выиграть противника. Другое дело, когда ты элементарно не можешь контр-юниты построить. Ну это базовое. Это базовое, реально. То есть если ты уже контр-юниты построить не можешь, тогда иди, пожалуйста, я не знаю, в компанию играй. Ну что, если и таких элементарных вещей не знать, это я даже не знаю. Это уже все, это край. Там даже речи о билдах никаких не идет. Сперва что в Старкрафте учится, когда ты только его купил? Билды и контр-юниты. Еще неизвестно, что главнее. Ну, скорее всего, контр-юниты, потому что билд, он основывается на том, как ты будешь контрить противника. То есть ты же не будешь строить АПМа какие-то здания. Не, можно, конечно, похалявить, но это все из-за разряда. Ты посмотрел, что противник халявит, ты тоже халявишь. А не так, что он настроил АПМа и пошел в атаку. Так, ладно, надо с негативом заканчивать. У нас же выходные, у нас позитив и креатив только, да, ребят? Поэтому будем стараться тащить. На нашем выходе Тиран. Это хорошо. Будем добавлять Бейлов, если он через Био будет открываться. Наш выход последний, и мне это тоже радует. Хоть что-то меня радует уже в этой игре, в этих матчах. Так, ну давайте я рачульку для начала. Так, чисто для массовочки. Для массовочки, для массовости. Можно, в принципе, одного Бейла зафигачить. Так, чисто показать ему свои серьезность намерений, скажем так. Давайте, кстати, реально сделаем одного Бейла. Посмотрим, во что он там пойдет. И сейчас просто добавляем собак. Сюда собачку. Не, но фишка в том, что может наш союзник просто не справится со своим выходом. И наш этот Бейл уйдет в никуда. О, ой, ой, ой. Немножко не хватило. Самую крапульку буквально. Миллион Зилов. Все понятно, наш союзник уже не справился. В общем, посмотрел, во что пошел противник. Противник тут Зилов настроил. Опа, отлично, Бейл выжил. Уже хорошо. Сейчас посмотрим, во что наш противник пошел. А, мародеры с мариками. Понял. Понято. Все просто, ребят. Все просто. Просто добавляем Бейлов побольше. На передок собак. И все. И победа за нами. Можно Рачульку добавить. Ох, ничего себе, тут Банши уже пошли. А если есть Банши, то что? Правильно. Они могут стать инвизными. Потому что там, где Банши, там всегда инвиз. Одно без другого не существует. Тут куча мариков. Но эти кучи мариков, во-первых, с Зилами не справятся. Это во-первых. А во-вторых, еще и Банши не законтрят. Ой, 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 ой. Сейчас наш выход. Поскорее бы к Турельке подошел, чтобы не так сильно надамажить нас. Но сейчас, сейчас, сейчас... Сейчас часть Бейлов сольются в этих Зилов. Что не очень приятно. И что такое? Построили практически ряд Бейлов, осталось только два. Вопрос, мы вообще для кого Бейлов-то строим? Для союзников для наших или для противников? Мы строим Бейлов для того, чтобы контрить своего противника, а не чтобы помогать нашим союзникам. Победа союзников, это их и не личная проблема. Но, в принципе, мы бы выиграли, если бы вот эта армия бы дошла. Он вообще планирует, наш союзник, выходить в Т-2, делать просветку или что? Или он так рассчитывает, так и бегать? Туда-сюда, вставляя Баншей. Ну, давайте добавим еще второй ряд. По идее, этому-то тоже надо в Т-2 выходить. Не только для того, чтобы светить Баншей. А даже для того, чтобы контрить этих Зилов. Ну, конечно, сейчас часть Бейлов сливается в Зилов. Давайте, кстати, скорость сделаем. Во-первых, собакам скорость, а во-вторых, Бейлам скорость. Ну, конечно, 4 Бейла добежало, там, или 5. А где у нас все эти ряды Бейлов? Конечно же, они обливаются в Зилов. У меня, знаете, даже какая сейчас идея возникла? Что, если войска наши оттянуть? Вот сюда, прямо на самый край поставить, самый конец, чтобы Фатонка дольше била бы Зилов, и не так много бы Бейлов сливалось. Ну, сейчас посмотрим. У меня, по крайней мере, есть такие мыслишки. Но, опять же, такие, а потом, когда наш союзник будет уже контрить противника, то, надо, придется это. Ну, это прохладная история. Ну, посмотрите, сколько Банш здесь, и сколько у тебя Мариков. Ну, построить лучше Викинга. Он, по крайней мере, на шару будет стрелять по Баншам. А что твои Марики сделали? Бред, короче, полный. Там еще и Морталы. Сейчас миллион просто Бейлов сольются, чтобы убить Имортала. Бред. Это полный бред, короче, ребят. Сколько мне надо? 20 линий этих Бейлов построить, чтобы контрить нашего противника, блин. Ребят, ну, опять начинается. Вот вы меня, конечно, извините, я понимаю, что это, может, на записи не очень выглядит, когда я там ругаюсь. Минус башня. Блять. Ну, когда элементарно, они знают. Ну, что такое? Ну, что ты там? Десятью мариками собрался контрить вот такую Орду Банши? Ты Викинга не мог целый выход построить? Ребят, у него было сейчас время построить хотя бы одного Викинга. Он этого не сделал. Это фейл. Это, короче, у меня даже... Я даже отказываюсь как-то комментировать это. А сейчас на нашем выходе уже полноценно ТОС и Банши. Вот реально, у меня сейчас желание возникает только одно. Продать всех юнитов и гореть все синим пламенем. Вот реально. Пожалуйста. Все Бейлы вошли в Эмморталов. Все. Выходы сейчас перемешаются. И на нашем выходе уже будет вот этот воздушный тиран, к примеру. Это наш выход. Это наш выход. А этот тиран не справится с ним. Вообще не справится. Он не под него подстраивался. Все. Короче, я вставлю второй газ, мне насрать. Мы тащим. А что союзники не тащат, это их личные проблемы. Я себе могу позволить поставить еще один газ. До сих пор нету ни одного Викинга. А, нет, смотрите-ка. Викинг есть. Нет, это противника Викинг. У него до сих пор нет Викинга. До сих пор. Уже какой? Второй или третий выход есть, как он палит их. А у меня просто слов реально на это нет. Просто нет на это слов. По-хорошему здесь на вас собак просто добавить и все. И мы сдуем этих аморталов. Хотя зачем? Мы и так их сдуем. Все. А помогать союзникам не будем. Четко, главное, справляемся со своим выходом, который уже не наш как бы. Тут уже танки пошли. Но один танк тебе вообще никак не поможет. Столько мародеров под стимпаком причем. Что твои два Викинга? Вот смотрите, сколько больший летит под Энвизом. Нет, делаем грейды. И здесь, в принципе, можно тоже поделать грейды на атаку, на защиту. Это проеб, ребят. Вот реально, еще такой один выход и все, это проеб. А потом, что это я не хочу в Старкрафт играть? Что так это? Так после таких матчей мне вообще год не хочется играть в Старкрафт. Вот реально. Если не больше, блин. Мне хочется вообще удалить и забыть эту игру. Уже один левнул, уже приятно. И еще второй бы, и третий бы, или второй, или третий, как, не знаю, даже как сказать, свалил бы, было бы еще лучше. Убершение завершено. Я воздух не буду строить, принципиально. И просветку тоже. А сейчас хотя мы уже и проиграем. Смотрите, минус. Минус база. Одиннадцатая минута. Это эпик, ребят, реально. Вот после таких матчей, не удивляйтесь, если в Старкрафт чуть ли не, блядь, не полгода будет не выходить. У меня слов нету. Вот реально нет слов. Первый матч, второй был еще жестче. Это пиздец. Это, 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 это пиздец, реально. Короче, делаем стоп-старт и затосов. Ну что, ребят, затосов. Играем. Настроения вообще уже нет никакого, реально. Сейчас я, короче, буду строить экономику так, как я хочу. Все, от балды. Ставить газы и буду. Нет, я буду строить контр-юниты, но я буду ставить газы так, как я считаю нужным. Сразу же. Один газ достроился, сразу второй. Третий. Пусть наши союзники тащат. Мне уже реально это бомбит. Зато у нас будет куча газов. То я, главное, блин, играю в ущерб экономике. Лишь бы побыстрее бы выиграть. Харен там. Построил, блин, Мариков против кучи бэнши с инвизом. А викингов не надо строить. Зачем викингов? Викинги это нет. Где вы слышали, чтобы строили викингов против бэнши? Это же из разряда фантастики. Ну вот реально, как я, в принципе, в одном из эпизодов говорил. Вот сделали бы так, пока ты не выйдешь в золотую лигу, в соло, один на один. Тебе вообще нигде не допускают играть с игроками. Но это политика Близзард такая. Все для рачков. Покупайте, играйте. Купил Старкрафт и, пожалуйста, отборочные матчи прошел. И можешь сразу портить рейтинговые матчи остальным игрокам. В ладоре. Ох, ладно, короче. Газ. А, вот так же открывается. Сейчас я так же буду открываться. Вот хочу и все. Хочу материнский корабль построить. Я говорил, что, может быть, будем его строить, если там контр-юниты насрать. Вот я хочу его построить. Все. Вот сюда вот. И пофиг там, что противник строит вообще. Буду от балды, блин, строить. А, нет, сперва с эндрюляк на передок. Центр наш. Ну и насрать. Наш не наш. Вообще пофиг. Выиграем или проиграем. Реально. Ну, на такой настрой у меня что. Извините меня, ребят. Меня уже это забомбило. Траст мне. О, и начиналось. Короче, он говорит, типа, доверяйте мне, ребята. Моя тактика, типа, работает. Мне вообще пофиг, реально. Че там ты строишь? Я уже сюда не за победой пришел. А кто это писал? Ну-ка, вот интересно, билд его посмотреть. А, вот этот, что ли? Ну-ка, 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 ну-ка. Да, это он писал. Но пока ничего не строит. Ладно. Че там? Выход в вазиль. Вот, кстати. А, так это надо Тир 3. Нихера себе. Газ. Конечно, газ. Еще одного Зила. Короче, я не знаю, отчего он выходит. Может быть, он как-то через материнский корабль. Кстати, был за Тосов такой билд в ладере. Еще просто в Старике 2-ом, не в Ходсе. Был, был, был такой билд. Там, короче, как-то строился быстрый материнский корабль. А потом со сталкерами, с Зилами ТПшились на базу противника. Ну, че-то такое было. Помню, как-то юзал такую тему. Плохо, конечно, что Тир 3. Не, ну, в принципе, нормально. Это был бы профит, мне кажется, да? Что на Тир 1 ты бы смог бы за такой материнский корабль запилить. Это наш выход уже. Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Добавляем мы Зилов. Вот мне интересно, че такое он построит? Не аж он прям заинтриговал. По-любому, какую-то херню, от которой я буду еще больше в шоке от этих матчей. Так, давайте добавим еще зилов И еще зилов Типа говорит, я пошел в Айр И что? Мас батоны Ребят Ущипните меня Вау Доверьтесь мне, моя страта работает Я помню когда-то такое тоже делал Когда только еще первый Старкрафт О, первый говорю Да по-моему первый даже Старкрафт купил Мас батоны, страта Я еще думал, что меня матерят так на ладоре А потом понял, в чем проблема Проблема в моем знании билдов Мас батоны это сила, да Строишь мариков и нет батонов Так, добавляем еще зилов И еще зилов Не, ну мне в принципе все равно Посмотрим Я бы кстати был бы рад очень Такому противнику Который бы по такой крутой страте бы играл Я просто бы добавил бы викингов и все И твоя страта бы обосралась Вместе с тобой же Вау Он целых три варика убил походу Блин Черт, надо Надо реплей себе сохранить Такую страту вы че Упускать нельзя Где же я такого еще союзника найду Который мне такую страту покажет Блин, а Надо, надо, надо сохранить Реплей, вы что Такая страта Блин Упустить будет это вообще Как бы Я главное всю жизнь Играю Думаю Какие тут лучше страты использовать А ну вон она что Пришел союзник И говорит Сейчас ребят Доверьтесь мне Я вам покажу Как надо Чувак из деревянной лиги Учит Как надо Вау Какой билд Сейчас нас на 10 минуте Вынесут Вообще Класс Зачетно Так может он Знаете че ребят Может он реально билд показывал Как сдохнуть быстро Так вообще бы ничего не строил Так быстрее было бы Ой какой билд Черт Я шум прям не могу Где там мой блокнотик Надо записать же Порядок действий На какой секунде Че строил Срочно реплей Потом посмотрю Ой Вот че Кто же мне объяснит Кто покажет Такой билд больше Как не такой союзник Давайте в Т2 Короче И это Грейды А точно Я забыл Я же мы же в газ играем Третий газ У нас там свой Мега крутой билд же А это проеб кстати Ребят смотрите Выходит он Выходит Зерк С кучей мариков И все До свидания Ни ГГ Правильно Ни ГГ Девятая минута Ребят Он написал Нубс Вы поняли Вот он написал Нубс Вот этот Который масил батоны Вот я сейчас Не поленюсь Я зайду в его профиль Вот он Вы видите это Это он написал Нубс Ты вообще кто такой Ты откуда вообще Компании не пройдены Лиг Рангов нет Он ни разу вообще В ладер не играл Игр за карьеру 27 Он Старкрафта Вчера купил Условно говоря Да И вот такие днари В том же лоле Мне указывают За билд Которые вообще Ниоткуда Вылезли буквально Насобирали На пирожки Со школьной столовой На Старкрафт Короче Я в разочаровании В большом Ужасные матчи Ужасные И причем Один хуже другого Вот реально Прям в последовательстве Я думал Первый жопа Но второй меня добил Еще больше А третий Это просто пизда Все короче На этом все За эпизод завершаем Не знаю Когда следующий Старкрафт выйдет Потому что у меня Желание пока что Снимать Старкрафт В ближайшее время Уж точно не появится Вот такие пироги Ладно ребятушки Заканчивать пора С вами был Алексей Он же Crazy Life Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Комментируйте Общайтесь Ссылочка с другими Видосами по Старкрафту В описании под видео Вступайте в группу Вконтакт В твиттер Всем хорошего Позитива Удачи И пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok